Здравствуйте! Как режим самоизоляции повлияет на призыв? Как будет организовано прохождение медкомиссии и как распределяются места службы призывников? Об этом говорим и в нашей студии начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области Дмитрий Шевчук. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, какие новости с призывом, с какого момента он стартует и вообще есть ли какие-то изменения в этой призывной кампании весенней? Значит, призыв в соответствии с указом президента Российской Федерации уже стартовал с 1 апреля. Он будет проходить в плановые сроки, то есть с 1 апреля по 15 июля текущего года весенний призыв. Норма призыва для Самарской области установлена Центральным военным округом почти 3000 человек. Вот данная норма вполне выполнима даже в условиях этой инфекции. И это приблизительно одинаковая норма ежегодная, да? Или в этом году она чуть больше или меньше? В этом году чуть-чуть меньше. Скажите, пожалуйста, ну вот эта ситуация с коронавирусом, она все равно как-то повлияет в любом случае на призыв? И в чем будут эти изменения? Что актуально? Значит, в соответствии с указаниями Генерального штаба, призыв, точнее, сроки призыва и отправки войска скорректированы после 20 мая. То есть призывники будут отправляться в команды, начиная с 20 мая. Призывные комиссии также начнутся с мая месяца и будут продолжаться по июль. Так, тогда что актуально для нынешнего момента, для конца апреля? И вообще с чего начинается вот этот путь призывника до армии? Он получает повестку из Венкоманды? Ну, смотрите, путь призывника в армию начинается с первоначальной постановки на воинский учет. То есть в год исполнения 17-летия он прибывает в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Там уже предварительно определяется категория годности по здоровью и предназначение виды рода войск, куда его можно будет потом направить. Далее, когда гражданину исполняется 18 лет, он вызывается на призывную комиссию, предоставляет различные документы. Если он студент, то есть, естественно, документы о том, что он обучается, в соответствии с этим выносится решение об отсрочке. Также есть граждане, у которых по состоянию здоровья они не могут проходить службу. Это инвалиды, инвалиды детства, инвалиды уже приобретенные. И также граждане, которые в мирное время не могут нести службу, то есть ограниченно годные к военной службе. Данная категория граждан не отправляются в войска, а зачисляются в запас. А категория инвалидов, они снимаются полностью с воинского учета. Скажите, пожалуйста, тенденция об уклонении от службы в армии. Что вы можете об этом сказать? Сейчас больше уклонистов или меньше? Я вам скажу, что статистика показывает примерно одинаковые цифры. Что из года в год примерно одно и то же количество у нас граждан, которые не имеют желания пребывать в военные комиссариаты. Конечно, с этим вопросом боремся совместно с органами внутренних дел. Также органы прокуратуры нам идут навстречу в вопросах применения к ним норм закона. А какие это меры? Это штрафы или что это? Ну, смотрите, у нас максимально, что предусмотрено, 328 статьей Уголовного кодекса, это до двух лет лишения свободы. Ну, также там имеются и штрафы, но штрафы по уголовным статьям, это считается также судимостью. Поэтому с этой статьей, если за плечами она имеется, уже не устроится ни в силовые структуры, никуда уже такого гражданина не возьмут. Ну и плюс, если гражданин долгое время уклонялся, не пребывал в военный комиссариат, ему исполнилось 27 лет, и он решил все-таки теперь обнаружиться, то в данное время выдается справка взамен военного билета, так как не имел законных оснований для того, чтобы не служить в армии. То есть не имел ни отсрочек. И такие случаи есть, да? Конечно, в последнее время уже, это уже практика, уже с, по-моему, с 2015 года это уже введено официально, узаконенно, и граждане, которые по каким-то причинам не прибыли, вот, хотя обязаны были прибыть, вот, выдается справка, и военный билет он не получает. Понятно. Какое-то время назад очень актуальна была тема дедовщины, все это активно обсуждалось в прессе, и пугало даже, вот, и родителей, и призывников. Скажите, как меняется эта ситуация, как в армии контролируются вот все эти процессы, и что можно сказать о настоящем? Ну, смотрите, в данный момент такое понятие, как дедовщина, уже отсутствует. Вот. Вот. Бывает, конечно, имеют случаи неустановленных взаимоотношений, но это очень в маленьком объеме, и на сегодняшний день это очень сильно контролируется как офицерами, так и органами прокуратуры Федеральной службы безопасности по недопущению данных фактов. Дмитрий, когда вы служили, и где, сколько вам было лет, в каком звании, по какой специальности, расскажите о вашем опыте, и с каким настроением, настроем вы шли в армию в свое время? Вы знаете, я еще... Ну, судя по вашей форме, уже видно, что вы принадлежите к каким родам войскам. Да, заканчивал я Суворовское училище еще в свое время. Вот. Служил я в бригаде спецназа, также участвовал в боевых действиях, прошел различные должности. Вот. И на сегодняшний день являюсь начальником отдела призыва. Отошел немножко от военной деятельности, более от мирной перешел. Да. Ну, какие у вас самые, может быть, яркие воспоминания у вас, вот именно армейской службы? Ну, это много, конечно, друзей. Вот, потому что служил в разных регионах, в разных воинских частях. Много друзей, много, опять же, опыта приобретенного. И жизненного в том числе. И жизненного, конечно же, в том числе. Конечно, переезды определенные трудности налагают, вот. Но, тем не менее, когда сидишь на одном месте, никогда не увидишь того, если ты передвигаешься по службе и также по определенным воинским частям. Я служил и в Северо-Кавказском военном округе, потом он стал Южным округом. Также потом перевелся в Западный военный округ. Оттуда ушел в Центральный военный округ. И вот на сегодняшний момент нахожусь у вас на телестудии. Скажите, вот эта информация о службе в армии, она как-то доносится до старшеклассников. Как поставлена эта работа? Я так поняла, что вы как раз сейчас за это и отвечаете. Да, значит, всю информацию сотрудники военных комиссариатов при отборе граждан также для поступления в военное учебное заведение направляют в учебное учреждение, доводят до преподавателей, те в свою очередь также при обучении своих учащихся доводят им эту информацию. Также бывают открытые занятия, где представители военных комиссариатов участвуют в них и рассказывают о всех сторонах обучения, о всех плюсах, минусов, потому что практически там никаких нет. Поэтому все полностью имеется в школах, вся полностью информация. Единственное, что она ежегодно корректируется по вопросам поступления, какие факультеты и какие военные учебные заведения проводят наборы. Давайте вернемся к ситуации с коронавирусом. Как вы ее освещаете в среде тех же там потенциальных срочников и так далее? Есть ли у вас какие-то, может быть, инструкции? Как доносится эта информация? Может быть, вы даже печатные какие-то издания у вас есть? На сегодняшний момент у нас разработана памятка, которая будет выдаваться каждому призывнику. Вот примерно вот так вот она выглядит. Да, маска актуальна. Как-то красноармейц в маске. Здесь описана полностью вся необходимая информация, что должен знать призывник, начиная с, что такое вообще коронавирусная инфекция, ее симптомы и также обязательства и ответственность по данному вопросу каждого гражданина. Расскажите чуть подробнее об ответственности, чтобы у нас есть такая возможность узнать еще раз об этом. Ответственность предусмотрена уголовным кодексом за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовые заболевания людей, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы до двух лет. В случае, если данные обстоятельства повлекли смерть одного человека, то наказывается штрафом от одного до двух миллионов рублей и срок лишения свободы от трех до пяти. Если более двух человек заболело, то здесь предусмотрен срок от четырех до семи лет. То есть очень серьезные статьи, и поэтому нельзя халатно относиться к тем требованиям, которые на сегодняшний день установлены. Давайте поговорим о том, как будет обеспечена безопасность в этом плане для самих призывников. Будут ли они тестироваться на наличие этой инфекции? Как они будут доставляться, перевозиться? Потому что это же массовое такое явление. Во-первых, призывники при прибытии в военный комиссариат обязательно будут проходить барьерный рубеж, на котором сотрудник военкомата в лице фельдшера либо врача проводит дезинфекцию рук, выдает маску медицинскую. И в сопровождении должностного лица следует далее на мероприятие, которое проводится по медицинским, всем этим моментам прохождения медицинской комиссии, ну и так дальше призывной комиссии для решения вопроса о его предназначении. В этот период все призывники вызываются, опять же, не в одно время, вызываются по временным рамкам, дабы исключить скопление людей. За ними будет проведен контроль, чтобы они были расположены не менее чем двух метров друг от друга. И по результатам, по решению призывной комиссии, если человек будет призван на военную службу, то тогда в день отправки его будут тестировать. Все полностью призывники будут тестироваться. По данному моменту правительство Самарской области выделило необходимое количество тестов, поэтому у нас в полном объеме имеются все необходимые тесты и также специалисты, которые это будут делать. Поэтому при отправке в войска полностью все 100% призывников будут протестированы, только убедившись, что нет положительной реакции на тест, они будут отправляться в войска. Опять же, отправляться будут только на транспорте служебном, исключая все общественные транспорты, дабы исключить общение с местным населением, либо просто гражданскими лицами. И по прибытии в воинскую часть они будут помещены на 14-дневный карантин. Также за ними будет вестись наблюдение на случай выявления таких граждан. Если, не дай бог, конечно, такое произойдет, для этого предусмотрены госпиталя, в которых все необходимое, лучшее оборудование уже у нас имеется. То есть все госпиталя готовы работать в таком режиме. То есть сроки демобилизации тоже сдвинутся, да, получается? Нет, в соответствии с указом президента все отслужившие наши призывники, военнослужащие на сегодняшний день, будут увольняться в плановом режиме. Потому что очень много, кстати, волнений по этому поводу, что кто-то может как-то... Все восстановленные сроки, да. Да, и хотелось бы тоже обратиться к родителям призывников, призывникам, сказать, что на сегодняшний день самое безопасное место – это вооруженные силы. Потому что только там лучшее оборудование, лучшие специалисты и все необходимые медикаменты, оборудование, все имеется в наличии и в полном объеме. Да, и единственная вот такая деталь. Будет ли соприкосновение, какое-то вот взаимодействие с пассажирами других? Это же может вот аэропорт, вокзал, и как все это будет организовано? Значит, следование будет организовано со старшими команд. В транспорте служебном, повторюсь, никаких автобусов, никаких вагонов, общего пользования, передвижения и отправки не будет. До аэропорта и от аэропорта все служебным транспортом, который, конечно же, будет полностью продезинфицирован, пройдет всю эту обработку. Тому исключить любые маломальские возможности заражения этим вирусом. Где традиционно служат самарцы и жители области? В каких регионах? Вот этот вот спектр географически меняется как-то со временем или нет? Или у нас есть свои вот такие точки? Вы знаете, у нас вот из порядка трех тысяч человек только 25% служат на территории Самарской области. Все остальные служат в различных регионах. Вот на сегодняшний момент 37 регионов, которые мы направляем наших призывников. В том числе и в Крым. У нас есть шепские связи с воинскими частями Крыма. И в соответствии с данным документом мы туда направляем также призывников, которые служат только там. Это те военкоматы, которые заключили шепские связи. Ну а так в соответствии, конечно же, с категорией годности. То есть у нас годные без ограничений, они попадают в войска спецназа ВДВ, также ВМФ. У кого немножко здоровье послабже, естественно, там части связи, ракетные войска, странические назначения и так далее. У нас всем найдется применение, поэтому все идет от того, опять же, от состояния здоровья в первую очередь. Ну а далее, если спортсмены, если хорошо обучались, то формируются у нас и спортивные роты, и научные роты, в которых призывники также могут со своим талантом продолжать то, что начинали они еще в своих учебных заведениях, и также какую-то пользу принести для вооруженных сил. А музыкальные вот существуют? Музыкальные, конечно, музыкальные, кстати, и медицинские в том числе. Вот у кого имеется уровень образования по данным специальностям, музыкальные, как правило, это в оркестрах, медицина сам собой. И в этом нужно заявлять, да? Конечно, это все заявляется на призной комиссии в военном комиссариате. Там же всегда загадка, как выбирается вот это место службы, назначение. Это учитывается желание все-таки призывника или нет? Конечно, конечно, учитывается. Но вы должны тоже понимать, что если призывник... Все захотят в одно. Нет, не то, что все захотят. Мы идем, отталкиваемся в приоритете от категории годности по здоровью. Вот если у человека здоровье не позволяет, но он все равно хочет, но мы не можем пойти на его желание, потому что мы должны заботиться о нем, чтобы он ушел туда здоровым, невредимым и так же вернулся. Вот если поподробнее поговорить про здоровье, то тоже хотелось бы знать, какие тенденции, какие проблемы сегодня у молодых людей чаще всего выявляются в военкоматах при прохождении медицинских комиссий? Вы знаете, чаще всего это, наверное, больше хирургические заболевания. Это болезни костно-мышечной системы, это различные сколиозы, кифозы, плоскостопие. Бечь нашего времени. Да, потому что никто в последнее время внимания мало обращает на то, как сидит школьник за партой. Он, сгорбившись, вот так вот вырастает до 11 класса, там и в институте то же самое, а потом выпрямить его в армии очень сложно. Вот поэтому к моменту призыва уже скелет сформирован, и тут уже только от самостоятельности, то есть если человек сам понимает, что ему надо сидеть ровно, либо хоть когда-нибудь где-то обращали на это внимание, тогда да, тогда категория здоровья у нас позволяет служить во всех войсках по его желанию. А плоскостопие, это, вы сказали, это нельзя с плоскостопием, да, или как вы с этим разговариваете? Нет, плоскостопие, оно бывает разных степеней. С первой, второй степенью служить можно, с третьей нет. Зрение, еще какие-то моменты, на что вот обратить внимание, кому можно, кому нет? Ну вот, со зрением-то, в принципе, у нас особых проблем в области нету. В плане терапии терапевта, вот, тоже имеется вот... Раньше был такой недовес, вот, нет? Это не актуально сегодня? Недовес тоже, он имеется, но не в том количестве, как это было раньше, сейчас все-таки в этом плане нормализовалось. Вот, это статья 13, расписание болезней, вот, это категория, как правило, B3. Вот, если, конечно, сильно совсем человек мало весит, либо наоборот много весит, это уже рассматривается на врачебном уровне, посылается на дополнительное медицинское обследование с целью установить причину такого состояния здоровья у призывника. Ну, более подробно и индивидуально, да, вот это вот и работает. Понятно. Какие советы можно дать молодым людям, ну, может быть, за год до начала службы, за два, как готовиться к армии, и морально, физически, вот, что бы вы посоветовали? Потому что, наверное, все равно некоторые сталкиваются с как-то такой неожиданной ситуацией, новые абсолютно условия. Конечно же, не секрет, что спорт, он всегда помогал и укрепить и характер, и состояние здоровья, вот. И, конечно же, советую меньше сидеть в этих электронных гаджетах, в этих соцсетях, а больше заниматься все-таки в спортивных тренажерных залах, потому что развитие, точнее, занятие спортом, оно всегда положительно влияло на любого человека. А если брать призывников, которые бывают в армию, которые, ну, понятно, что испытывают определенный стресс, потому что всю жизнь жили с мамой, с папой, а тут их отправили отдельно на год служить, коллектив новый, все по-разному воспитаны. Понятное дело, что каждый начинает отстаивать свою точку зрения, и поэтому те, которые не хотели ничего до армии, ну, в принципе, не говорю, что им сложно будет служить, но гораздо легче будет, если, то, что я говорил ранее, заниматься все-таки спортом и своим внутренним образованием. Об условиях в армии, питание, возможность пользоваться телефоном, как отдыхают от службы, кроме времени службы, срочники, вот какие-то детали. Можно ли звонить, да, вот домой, что-то рассказать родителям или кому-то, друзьям? Да, звоните. Денежное, может быть, какое-то там довольствие, ой, недовольствие, как называется? Все правильно сказали. А, так, правильно, материальная поддержка. Зарплату им не платят, но они платят денежное довольствие. Значит, что касается отдыха. В принципе, год службы, это не так, как было ранее, два года, поэтому за год программа службы максимально... Сконцентрированная, насыщенная, да? Да, для того, чтобы все-таки после года пришел в запас гражданин, уже имеющий какие-то навыки и опыт владения определенной техникой либо оборудованием, поэтому там места для отдыха очень немного. Но в то же время, конечно же, по воскресеньям разрешается проводить культурно-массовые мероприятия с просмотром видеофильмов. Также можно пользоваться сутовыми телефонами, но, опять же, только в определенное время по распорядку дня, потому что многие части у нас режимные, и там недопустимо распространение различной информации, в том числе фото-видеоматериалов. Поэтому все-таки ограничения по телефонам, использования телефонов имеются. И как себя правильно позиционировать в армии с самого начала? Вот тоже вот, потому что это часто вопрос даже для самого призывника, как себя вести, как выстроить хорошее, грамотное отношение со служивцами? Вот какие-то в этом отношении вы дадите советы? Потому что, опять же, вот вы сказали, все люди разные, и могут возникать вот на этом, как-то, такие обострения? Ну, у нас также всегда было развито такое понятие, как землячество. Вот, поэтому земляки старшего года, точнее, периода призыва, они, конечно же, всегда рады видеть земляков своих же. Никогда они в обиду блюдовать никому не будут. Вот, ну и, в принципе, я же говорю, что неустановные взаимоотношения практически искоренены в армейской среде. Вот. Что касается по прибытию, ну, в первую очередь, это выполнять полностью все, что требуется в соответствии с уставом военной службы. Не нарушать. Не нарушать, конечно же. Потому что любые нарушения, они влекут за собой определенное наказание. Вот. Вот. Поэтому, как говорится, живи по уставу, завоюешь честь и славу. Ну, у нас остается буквально несколько минут. Еще раз расскажите о датах, когда начнут действовать призывные комиссии, когда нужно обращаться. Да, кстати, на протяжении эфира у нас телефон, есть горячая же линия по призыву, да? Да, да, имеется. С какими вопросами звонить, с какими звонят, что спрашивают и какие ответы? Ну, как правило, спрашивают. Вот. У нас на руках имеются повестки, потому что повестки раздавались еще в период изучения. В марте месяце, конечно же, сроки, которые там установлены в соответствии с указом президента, также о самоизоляции, вот, они скорректированы. Вот. Поэтому сейчас сообщение сотрудников военных комиссариатов ведется только дистанционно, по телефонам. Там сообщается призывникам конкретно о дате и месте, там, рекомендации, либо направить какие-то документы. Ну, сейчас в данный момент исключены случаи вызова в военный комиссариат призывников. Вот. Значит, у нас скорректированы призывные комиссии на май месяц, начало. Вот. Также я повторюсь, что отправка в войска начнется после 20 мая. Ну, что касается вопросов родителей, конечно же, они тоже спрашивают, а когда, а куда. Вот. Это все разъясняется сотрудникам военкомата. Вот. Очень мне, конечно, нравится то положение дела, что наши граждане интересуются этим вопросом. Мы не ушли сами в себя, несмотря на вот данную самоизоляцию. Продолжается у нас обучение по специальностям военных учетных специальностей. То есть те, которые в ДОСАФе сейчас проходят обучение для того, чтобы в войска пойти уже специалистами. Вот. Вот. Поэтому жизнь идет, процесс не останавливается. Да. Ну, конечно. И особенно это актуально для армии. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. До свидания.